обувь один из важнейших элементов экипировки как вы знаете на играх и тренировках я много хожу бегаю еще больше поэтому качество и удобство обуви стоит для меня на одном из первых мест и сегодня я расскажу вам про всепогодные ботинки тактик от faraday которые мне заслали на тест и для большей наглядности немного сравню их с моими треками от фирмы лова сначала по традиции пара слов о производителе российская компания faraday занимается производством обуви уже 26 лет начинали они еще с производства классических солдатских берцев но сегодня имеют огромный ассортимент обуви не только для военных но также для специальных служб и спецподразделений трекинговую обувь для особо низких температур и так далее продукция компании faraday официально поставляется в силовые структуры и доступно на гражданском рынке и так рассмотрим ботинки тактик которые мне заслали на тест пока я готовился к обзору успел активно погонять в них примерно неделю съездил на стрелковую тренировку а там как раз ливанул дождь так что я заодно прогулялся по грязи и лужам прошелся по мокрой траве и под финал еще и забрел в ближайшее болото поэтому мнение о данных ботинках я смог составить вполне комплексная напомню что в последние несколько лет я ношу исключительно трекинговые ботинки фирмы лова в которых гоняю не только на тренировки но и часто ношу в повседневной жизни особенно зимой и в слякотную погоду то есть я на своем опыте знаю что такое удобная качественная обувь но вот только ловы сейчас стоит каких-то совсем неприличных денег в частности многими любимые лова зефир обойдутся примерно в двадцать семь тысяч рублей а вот ботинки тактик стоят ровно в два раза дешевле при том что эта обувь по сути одного класса да и к тому же высокая цена треков от лова не гарантирует долгий срок службы на эту тему хорошо высказался мой коллега андрей поэт у которого его любимые лова зефир пришли в негодность всего через пару лет активной носки по причине разрушения пластикового каркаса в подошве я конечно может чего-то не понимаю в этой жизни но что это за блять движущиеся запчасти в пятки ботинок за 13 тысяч рублей спустя два года не сказать что охренеть какой активной носки и кстати с моими ловами произошло примерно то же самое хоть и не в столь критичной форме в районе пятки часть пластикового каркаса также сломалась из-за чего порой я стал испытывать некоторые дискомфорт но к этому пришлось приспособиться потому что починить это увы невозможно а выбрасывать дорогущие ботинки из-за такой мелочи как-то жаба душит а вот у ботинок тактик нет никакого пластикового каркаса так что ломаться в них попросту нечему только пожалуйста не подумайте что я просто пытаюсь засрать ботинки от лова свои ловки я обожаю в первую очередь за их комфорт малый вес и водонепроницаемость и у кого-то они действительно служат годами без нареканий ну а кому-то везет меньше и они разваливаются буквально за один год тут лишь вопрос устраивает ли вас подобная лотерея и соотношение цена-качество и вот что касается качества тут у ботинок тактик на мой взгляд все на должном уровне если бы не знал что их производит наш фарадей реально подумал бы что это какая-то новая модель от ловы тем более что дизайнеры фарадея явно вдохновлялись зефирками причем отмечу что именно вдохновлялись они копировали как это часто делают некоторые производители выпуская в продажу точные клоны лова зефир но зачастую клоны только внешне без гортекса и какой-либо влагозащиты и вот что касается защиты от воды тут у ботинок тактик все просто отлично в принципе неудивительно ведь позиционируются они как все погодная трекинговая обувь ботинки снабжены мембранным пакетом который препятствует проникновению воды внутрь но при этом позволяет отводить от ноги излишнее тепло и влагу вообще ботинки тактик пригодны для круглогодичного использования но в нашу краснодарскую летнюю жару я бы их носить пожалуй не стал бы а вот на остальные три сезона по мне это вполне рабочий универсальный вариант если же говорить о комфорте ношения то при первом знакомстве ботинки показались мне слегка жестковатыми но через пару дней я их неплохо разносил и они скажем так приняли форму моих стоп для подобной обуви это нормально ведь основное предназначение ботинок тактик это не прогулки по парку а защита ваших ног от вывихов и ударов чем они неплохо справляются в частности пятка и носок имеют пластиковые защитные вставки которые никак невозможно продавить так что камней можете не бояться но за столь серьезную защиту само собой приходится платить более серьезной массой чем у легких треков так что после недельного ношения ботинок тактик мои треки от лова ощущались какими-то разношенными тапками да они заметно легче но с точки зрения защиты ноги от ударов и вывихов они и рядом не валялись с тактиками основной материал ботинок гидрофобная кожа нубук тканевые вставки из материала кордуро с водоотталкивающей пропиткой ботинки доступны в трех расцветках черный бежевый и коричневый подошва также непростая состоит из трех слоев первый слой заходит на сам ботинок за счет чего поддерживают ногу защищая ее от ударов и вывихов второй слой амортизирующий выполнен из облегченного полиуретана и третий ходовой слой изготовлен из морозостойкой резиновой смеси протектор довольно крупный самоочищающийся и не скользит на сухих и влажных поверхностях и такой рисунок протектора нравится мне намного больше чем на моих ловах в которых постоянно застревают шары и всякий мусор в целом по соотношению цена-качество ботинки показались мне просто шикарными понятно что это всего лишь поверхностное мнение после недельной носки по-нормальному их бы надо потестить хотя бы год а лучше два но пока впечатление сугубо положительное на этом все больше информации о ботинках тактик ищите по ссылкам в описании поддержите видео лайком подписывайтесь на канал и как всегда помните о безопасности и бейте в цель